Всем привет, это Влад 205 и 20 интересных секретов авиакомпаний, которые вы не знали. 20 секрет. В случае, если у самолета отказали двигатели, он может пролететь еще достаточно большое расстояние, до 10 километров на каждые полтора километра высоты. Большая часть аварий происходит не во время полета, а при посадке или взлете. 19 секрет. Пилоты получают разную еду на случай отравления. В некоторых авиакомпаниях пилотам подается разная еда, которую они не могут разделить между собой. Это делается на тот случай, если что-то вызовет пищевое отравление. В таком случае всегда останется второй пилот в полном здравии, который сможет нормально управлять самолетом. 18 секрет. Вы можете попросить целую банку кока-колы. Если вас мучает жажда, вы можете получить больше, чем немного содовой. Просто вежливо попросите стюардессу принести вам целую банку колы, и скорее всего она будет рада вам помочь. 17 секрет. В самолете есть специальные ручки на тот случай, если стюардессу выталкивают из самолета. 16 секрет. Вы можете разблокировать туалет снаружи. Механизм блокировки двери туалета, как правило, скрывается за значком «Не курить». Нужно просто поднять откидную створку и подвинуть болт, чтобы разблокировать дверь. 15 секрет. Приглушенный свет в самолете нужен для подготовки к эвакуации. Когда самолет приземляется ночью, включается тусклое освещение, чтобы приготовить пассажиров к эвакуации. Ваши глаза привыкнут к темноте, и вы будете лучше видеть вне самолета. 14 секрет. Бортпроводники, скорее всего, не подают ужин по определенной причине. Во время ночных перелетов иногда как можно дольше задерживают ужин, чтобы большинство людей уснуло и у персонала было меньше работы. 13 секрет. Никогда не прикасайтесь к воде на самолете. Никогда не пейте небутилированную воду в самолете. Дело в том, что люки для опорожнения туалета и дозаправки самолета питьевой водой находятся в полуметре друг от друга. Иногда обслуживаются одним и тем же человеком. 12 секрет. Кислородные маски дадут вам всего лишь 15 минут кислорода. Любая ситуация на самолете считается опасной, если для пассажиров опускаются кислородные маски. Тем не менее, после того, как маски опустились, кислород подается в них всего лишь 15 минут. Однако за эти 15 минут пилот должен опустить самолет на более низкую высоту, где будет снова возможность свободно дышать. 11 секрет. Вас все еще могут арестовать прямо в воздухе. Капитан самолета фактически обладает правом арестовывать людей, выписывать штрафы и даже принимать завещание умирающего пассажира при необходимости, как только двери самолета закрываются. 10 секрет. Иногда пилоты спят во время полета. Опытная стюардесса рассказала, что во время длительных перелетов пилотам назначается время для отдыха, когда управление берет на себя второй пилот. 9 секрет. Воздух в самолет подается из компрессоров двигателей. Воздух, которым вы дышите на самолете, на самом деле является сжатым воздухом, поступающим из двигателей. Большая его часть нагнетается в кабину экипажа, а остальная поставляется пассажирам. Воздух выходит из самолета через небольшое отверстие в задней части фюзеляжа. 8 секрет. Как на самом деле проверяют сумки. Если на посылке написано «хрупкий груз», его будут бросать еще сильнее. Если на нем написано «этой стороной вверх», его повернут с ног на голову. Работники должны вместить груз и более 100 мешков в грузовой отсек. Они загружаются как попало, признался анонимный погрузчик багажа в аэропорту. За последние годы появилось несколько видеороликов от анонимных отправителей, на которых видно, как обработчики багажа в разничьих аэропортах небрежно запихивают сумки и чемоданы, только чтобы закончить работу быстрее. 7 секрет. На самом деле можно поменять место на первый класс даже после того, как самолет поднялся в воздух. Вам могут поменять ваше место на бизнес-класс и первый класс после того, как двери самолета закрываются. Это не часто делают, отчасти из-за того, что в некоторых авиакомпаниях к бортпроводникам приходится заполнять отчеты, объясняя, почему они это сделали. Это также объясняется тем, что для вас придется готовить другой обед, к тому же передняя часть самолета зачастую заполнена. Пассажир, который обладает наибольшим шансом быть перемещенным в первый класс, должен быть вежливым, хорошо одетым, благородным и привлекательным, или же просто с маленьким ребенком. 6 секрет. Люди крадут спасательные жилеты. Люди забирают себе спасательные жилеты, расположенные под или между сиденьями, в качестве сувениров. Это подлое и уголовно наказуемое деяние, и несмотря на то, что авиакомпании проверяют каждое место в начале каждого дня, самолет может совершать несколько перелетов в день. Во время любого из них пассажир может украсть спасательный жилет. 5 секрет. Бортпроводники не следуют правилам и не отключают свои мобильные телефоны. Выключение мобильного телефона является общеизвестным правилом, о котором вам сообщает каждый бортпроводник перед вылетом. 4 секрет. Чаевые творят волшебство. Многие авиакомпании на самом деле пытаются бороться с чаевыми и заставляют членов экипажа отклонять первую попытку клиентов дать им чаевые. Попытайтесь второй и третий раз, и ваш бортпроводник сможет их взять с легким сердцем. 3 секрет. Хорошее отношение к питомцам не является приоритетом. Несмотря на то, что большинство авиакомпаний заявляют о том, что они заботятся о безопасности и удобстве людей и животных на борту, на самом деле эти обещания не всегда сдерживаются. В багажном отсеке, где перевозят ваших питомцев, очень громкий шум от двигателей самолета. 2 секрет. На борту самолета, скорее всего, есть человеческие органы. Многие не знают, что авиалинии часто перевозят органы по всей стране для срочных пересадок. Пилота всегда ставят в известность, если на борту появляется орган для пересадки, несмотря на то, что пассажирам часто об этом не сообщают. Недавно многие рейсы начали организовываться специально для перевозок органов. Практически любой орган можно перевезти в течение длительного времени. Однако некоторые органы, такие как сердце, почки и легкие, могут провести на борту всего лишь пару часов. 1 секрет. На борту самолета зачастую есть удобства, спрятанные от пассажиров. Один репортер проинформировал публику в своем отчете о секретных отделениях на самолете. Он описал условия работы бортпроводников на элитных рейсах. Некоторые бортпроводники просто сидят у ванных комнат, у других же есть доступ к секретным отделам для отдыха экипажа, в которых расположены кровати и другие удобства, например, скрытые развлекательные центры. Хотя пространство ограничено, некоторые авиакомпании выделяют место для отдыха, чтобы бортпроводники могли отдохнуть и немного поспать. На борту некоторых новых самолетов находятся еще более отгороженные отсеки, включая лестницы и ряды двухъярусных кроватей, облицованные плотными шторами для защиты от звука. Подписывайтесь на канал, чтобы увидеть еще больше интересных фактов. С вами был Влад-205, пока! Субтитры подогнал «Симон»!